Уважаемые депутаты, Россия является государством, в котором социальная политика занимает не последнее место. Такие проблемы, как бедность, инвалидность, сиротство, становятся объектом исследований и практики социальной работы. В сложившейся в стране нищенский уровень реальной заработной платы и критически высокая ее дифференциация породили многочисленные проблемы. При низкой цене труда подрывается заинтересованность собственников и работодателей к внедрению новой техники и технологии. Сегодня одним из основных обсуждений является реализация майских указов 2012 года президента Российской Федерации. Особое место занимает указ о мероприятиях по реализации государственной социальной политики, которым поручено правительство наряду с другими мерами обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников. В целях его реализации органы исполнительной власти разрабатывают различные планы мероприятий, дорожные карты, издают постановления, распоряжения, законодательные органы принимают законы. В общем, бумаготворчество на всех уровнях власти приобрело широкий масштаб. А что же мы имеем в реальной жизни? Судя по состоянию дел в сфере здравоохранения, пока подвижек в лучшую сторону не наблюдается. С введением новой оплаты труда зарплата не увеличилась, а работы прибавилось значительно. Например, в Приморском крае с 1 сентября 2013 года введены отраслевые системы оплаты труда. Установлено, что зарплата руководителя не может превышать зарплату работников более чем в 8 раз. А вот что сообщается в коллективном обращении работников Краевой клинической больницы номер 2. Уровень зарплаты врачей и медицинского персонала в 10-20 раз ниже, чем у руководящего состава больницы. Заместители главного врача и главный бухгалтер получали зарплаты около 300 тысяч рублей в месяц. Рядовые бухгалтера и экономисты от 80 до 110 тысяч рублей, а врачи и медсестры от 11 до 28 тысяч рублей. Наряду с этим в Приморьем за прошлый год зарплата снижалась в два раза, в связи с тем, что фонд обязательного медицинского страхования дважды проводил через согласительную комиссию снижение тарифов путем повышения плана приемов пациентов. Не лучшим образом обстоят дела и в других регионах. Например, по сообщению врача-дерматовенеролога детской городской поликлиники города Перми, она принимает пациентов по 6 часов в день, 5 дней в неделю плюс 1 суббота. Стаж 28 лет. В августе прошлого года получила зарплату в размере 12 642 рубля 39 копеек. И это со всеми надбавками. По плану она должна принять не менее 30 пациентов в день. Если выполнен план меньше, чем на 75%, надбавку не получит вообще. Введена бальная система штрафов. Президентом Лиги защиты пациентов Александром Саверским дан четкий ответ на водимое правительством ношество по совершенствованию организации здравоохранения в нашей стране. После всех реформ резко рванул рынок медицинского туризма. Одна небольшая фирма отправляет на лечение 7 тысяч человек в год. А таких фирм десятки, которые выводят из страны миллиарды долларов. И не только в Германию или Израиль. В той же Белоруссии при мизерных ценах в санаториях до сих пор работает советская медицина. Мы же ничего не сохранили, только разрушили. И в рейтинге Всемирной организации здравоохранения по уровню медицины Белоруссия на 72-м месте, Россия на 130-м. Кавычки закрываются. В общем, вопреки указам и призывам главы государства, медицинская помощь не приближается, а отдаляется от людей. С введением новой оплаты труда не почувствовали улучшения своего материального положения и учителя. Но зато ощутили существенное увеличение учебной нагрузки. По результатам социологического исследования, проведенного Академией народного хозяйства при президенте, увеличение зарплаты за последний год ощутили лишь около 13% опрошенных учителей Воронежской области и около 8% учителей Ивановской и Свердловской областей. Повышение зарплаты учителей повлекло за собой вымывание из школ психологов, социальных педагогов. Отмечалось, что увеличение нагрузки лишает учителей возможности повышать свой профессиональный статус. Многие опрошенные не заметили увеличение доходов, а саму систему распределения надбавок считают несправедливой. Разрекламированные как достижение партии «Единая Россия» минимальные размеры оплаты труда выполняют, по сути дела, технического норматива. Как известно, с 1 сентября 2007 года Трудовой кодекс не требует, чтобы размеры тарифных ставок окладов сотрудников были не ниже установленного законом МРОД. Поскольку стимулирующая часть зарплаты, в отличие от компенсационной, появляется только по воле работодателя, последний, если хочет повысить эффективность работников через стимулирование, никогда не будет выплачивать им зарплату в размере МРОД. Таким образом, последствия исключения из Трудового кодекса определения минимального размера оплаты труда можно однозначно оценить как негативное. По убеждению фракции КПРФ, при установлении МРОД на уровне прожиточного минимума трудоспособного человека и при порциональном увеличении окладов работников отраслевой бюджетной сферы не только потребуются существенные финансовые ресурсы, но и вырастут поступления в бюджет за счет сборов подоходного налога, единого социального налога, НДС, возрастания товара оборота, экономии на дотациях ЖКХ, сокращению пособий и т.д. Кроме того, необходимо вернуться к прогрессивной шкале налогообложения. Вступлением в силу 122-го закона о монетизации натуральной льготы отдельной категории граждан заменены фиксированной ежемесячной денежной выплатой ЕДВ. Оплата каких услуг входит ЕДВ законодательно не установлена. В то же время предусмотренная законом о социальной защите инвалидов 50-процентная скидка за пользование стационарным телефоном инвалидам и семьям, имеющих детей инвалидов, 122-м законом отменена, а для ветеранов труда эта льгота предусмотрена региональным законодательством. Органы социальной защиты, оказывая инвалидам в компенсации, за телефон твердят, что данная льгота включена в ЕДВ. На каком основании гражданам не разъясняется. Пенсионный фонд на жалобы граждан и мои запросы должного ответа дать не может, ссылаясь на свои сугубо исполнительские функции. Министерство труда и социальной защиты отделалось отпиской, не ответив на конкретно поставленный вопрос. Судебная практика по разрешению данных споров складывается неоднозначно. Одни суды указывают, что инвалиды ветерана труда имеют право на компенсацию указанной льготы, другие указывают, что все меры социальной поддержки должны входить в ЕДВ. Все это создает неопределенность в правоприменении и, как следствие, в нарушении социальных прав граждан. С этой трибуны представители фракции Единой России не раз заявляли, что не боятся брать на себя ответственность за все, что делается в стране. Поэтому хотелось бы спросить, кто ответит за сложившуюся ситуацию здравоохранения и образования? Почему ваши кадры устраивают скандалы в самолетах? Почему гражданин по фамилии Сердюков, нанесший колоссальный финансовый и материальный ущерб, государству отделался амнистией? Почему чиновники органов государственной власти на депутатские запросы дают ответы, которые стыдно читать и показывать избирателям? Почему судьи принимают решения не на основании доказательств, а по своему внутреннему убеждению, непонятно на чем основанному? Не по этой ли причине подавляющее число граждан не доверяют наших судам? Почему наши граждане не могут найти защиту и в правоохранительных органах? Не могут попасть на прием хотя бы к среднему руководителю государственного и местного органов власти? Не разочаруем ли мы такой ответственностью, господа единороссы, принимаемых в состав нашей страны жителей Крыма? Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова